Ну хорошо, тогда у нас начинается запись. Буквально пару вводных слов. Во-первых, приветствую всех, кто к нам присоединился. Мы начинаем как бы… А, сейчас демонстрацию экрана, я тогда снова поставлю эту обложку. Мы начинаем как бы наше новое, даже не хочу говорить курс, это как бы наше новое занятие. И оно, с одной стороны, посвящено еще одной книге Рава Шерки, которую мы хотим разбирать, которая называется «В душа Ватева», перевод на простой русский язык «Святость и природа». Это вот то, что написано здесь. Мы как бы решили, но опять решили, это можно менять, но как бы идея двигаться в том формате, в котором мы изучаем другие книги Рава Шерки, например, «Беод Муэт», а именно книга, посвященная праздникам. То есть мы идем по ивриту, читаем иврит, переводим на русский, подчеркиваем, где кончаются Рав Шерки и начинается то, что излагаем мы, либо кто-то вступает в дискуссию, чтобы было понятно, где Рав Шерки, а где как бы обсуждение. Поэтому скорее это рамка как бы обсуждения, но при этом это не фронтальная вещь, никто, я думаю, ни Нехама, ни я не здесь не для того, чтобы устроить сейчас фронтальную лекцию. Вот Рав Шерки, мы вам сейчас такое скажем. Это, скорее всего, близко к тому, что на иврите называется хеврута, а именно вот такие совместные объединения, совместные занятия единомышленников, которые вместе разбирают. Кто-то знает больше, кто-то знает меньше, но это как бы неважно. Те, кто знают больше, например, иврит, они могут читать, остальные как бы поддерживают и слушают. Поэтому это не лекция, это даже не урок, а это, скорее всего, занятие. Окей, была вводная часть. Теперь дальше. Вот я бы хотел тут сейчас для того, что с обложкой как бы то, что здесь написано. Ну, написано «К душа ватева», то, что я сказал, «Святость и природа» у Решерки. В книге написано «Ассуфат Мамарим Бешуше Акиюм». Ну, практически этим уже все сказано. А именно «Подборка статей», прямой русский перевод на какую тему, «Корни мироздания». Ну, как бы все понятно. То есть мы будем заниматься самыми простыми вещами. Это я в кавычках сказал. Теперь дальше. Вот то, что написано здесь. Это книга представляет собой сборник или подборку статей Рава у Решерки. Хэлэк Мина Маарим Пурсиму Баавар. Часть из них была уже опубликована в прошлом. Вэхлэкам Эмит Пурсиму Кан Берешуна. Некоторые из них публикуются здесь впервые. Книга предназначена как для учеников опытных, скажем так, с копытом. И также для широкой аудитории. Ну, наверное, имеется смысл еще, может быть, такой как бы подстрочник, что это имеет отношение не только к религиозным, но и к нерелигиозным тоже, мне так кажется. И эта книга, она охватывает, большим охватом, так скажем, а, большое разнообразие, спектр, широкий, захватывающий вот таких, да, вот таких тем. Вот сейчас зачитаю эти темы для того, чтобы как бы было понятно, о чем идет речь. Тахли Тахаин, «Смысл жизни». Ецерара. Сейчас, секунду. Да, окей. Ну, это я выключу звук, потому что я глазами уже здесь, поэтому я буду это видеть. Да. Евгений, мы рады, что вы присоединились. Мы сейчас на одной ноге как бы просто общее, о чем эта книга, которую мы будем обсуждать. Итак, «Смысл жизни». Вот такие вопросы освещаются. Это раздел этой книги. «Смысл жизни», «Злое начало», «Бхираховшит», «Свободный выбор» или «Свобода выбора». «Ахаваяадатит», «Религиозное переживание», «Религиозная экзистенция». «Милхэмит Адыот», «Война мнений», скажем. «Тораумада», «Тора и наука», «Тора Минашамаем», «Тора как учение с небес». «Бикорат Амикра», «Библейская критика», «Кицат Лильмот Танах», «Каким образом следует изучать Танах», «Еврейская Библия», «Философия Венавуа», «Философия и пророчества», «Эмет Ви Йофи», «Истина и красота», «Музика», «Музыка», соответственно. «Лекрат Театрон Шельгилуй». Не очень понял, честно говоря. Подсрочный перевод такой навстречу театру «Открывание». Я бы сказал так, но посмотрим, что под этим занимается дальше. Мне это не 100% понятно. Айтек, ну айтек, понятно, да, высокие технологии, эхута свива, экология, цимхонут, вегетарианство, атиюль, тоже не очень понятно, с определенными артистами, именно как бы то самое путешествие. Какое путешествие? Ну, значит, посмотрим. Ахилонут, вэдаат Ашем, секуляризм и познание, знание Бога. Эхгдушават Эва, вот та самая Эхгдушават Эва, святость и природа. Есурэгэу гюла, страдания, связанные с гюлой, с освобождением, приходом Машиек, это я от себя добавляю. Худспад от шува, спад от шува, тоже непростое понятие, дословно это герзость, связанная с возвращением к религии, ну вот что-то типа этого, да. Сейчас я останавливаю это, запускаю, секунду, а, это на самом деле тоже самое, сейчас так, а, сейчас, 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 а, да, вот эта вкладка, да, окей. Ну, хорошо, давайте будем читать по очереди, я чуть-чуть начну, ну, потом, наверное, меня, ну, тут много, мы будем по каким-то кускам, потом меня сменят Нехама. Если желающие, они, надеюсь, найдутся, то, соответственно, можно как бы чередоваться, окей. Поскольку я сказал, что это не лекция и не, даже не урок, пожалуйста, если есть какое-то, у кого-то соображение, спрашивайте, мы будем обсуждать. Но при этом, я думаю, все-таки правильно, поскольку тут вопросы самые общие, то можно начать обсуждать и, как бы, уйти совсем в другие стороны. Поэтому общее пожелание при обсуждениях все-таки, как бы, останавливаться, понять то, что говорит Раф Шепт, грубо говоря. Окей, это наша главная, как бы, цель. Итак, Тахли Тахаим. Эта статья называется Тахли Тахли Тахаим. Тахли Тахаим – это смысл жизни. Вообще, в скобках хочу сказать от себя, что я, ну, не знаю, как это сейчас, но, во всяком случае, сколько-то лет назад, когда я объяснял, говорил про разницу, ну, вот, как я представляю, «Житье в Израиле и житье в России», я бы говорил несколько языковых примеров, среди которых был, говорил 2013 год, из-за того, что в одном языке отсутствуют вот эти вот слова, ну, как бы, уже понятно, в чем разница. Вот одно из этих слов было «Тахлид». Тахлид – это «тахлис». Тахлис – это слово, которое говорится на иврите через каждые два слова. Но «тахлис» и «тахлид» – это все-таки разница. Ну, да, но это на самом деле – это близко. Это тоже слово на разные виды. назначение тоже не понятно жизни это не смысл это тахлес в чем заключается жизнь конкретно что такое жизнь по-русски насколько я понимаю назначение цель но тем не менее это не да если кто-то если кто-то сможет найти более лучшее современное русское слово по-моему это то что по-русски означает совсем другое это не пойдет я согласен сто процентов алекс приветствуем алекс наш мой сосед и так читаю так литых от а именно но вот одна цель в чем заключается цель назначение в чем смысл жизни в чем в чем тахлес что такое жизнь когда мы приступаем к обсуждению этого вопроса она хмбц мэкаблим она хамук дэмет поэтому как бы предполагаем это у нас основная это у нас предварительное как бы основание что и вот это вот предположение о том что как бы аксиома что вообще у жизни есть какой-то смысл но сама по себе требует объяснение в принципе можно привести три мнения по этому вопросу ада решу ада ада решу на первая говорит что вообще никакого смысла нет 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 ни нету предназначения в жизни аж не я то иначе есть так и тихо 2 говорит что есть одно вы илаж лишь и то иначе есть миспартах берет а третье говоришь и есть несколько мы милимах и рот другими словами к я мог чало чего ты в шеет в шейла мало миспара а тахлеет чеш баха и поэтому другими словами есть три возможные ответа на вопрос сколько может быть предназначение в жизни а именно 0 1 либо много окей альмнат лейтмудет им даришу на для того чтобы как бы соотнестись с первым мнением а именно эфис то есть как бы нету смысла а именно той который утверждает что в жизни нет смысла нет предназначения давайте воспользуемся вот некоторым иллюстративным рассказом я ставил слово иллюстративно пробляться бороться тоже нельзя тоже нету согласен да окей и так чем сипур сипур такой адаму лэх лишен бы мета то человек идет спать свою кровать у кого рэва ша у не турэ а вот по прошествии 15 минут четверть часа он просыпается и обнаруживает себя совершенно отличным по видим отличным от того как перед тем как он заснул в мире а шамаем описание а шамаем бы цевакатом небеса цвета оранжевого вы ешь баим шнея ерыхаем и там не одна там две луны а эрац кхула земля земля вся голубая айцым бы цева лаван деревья белого цвета выясулим еруким шемашми им кулот музарим умерахфим выясулим еруким шемашми им кулот музарим умерахфим и такие странные зеленые существа которые производят странные звуки и носятся в воздухе такая картина называется азуя такая странная картина скажем да мать и е дугу а то решена какая будет да какая будет первая реакция этого человека каждый человек он прореагирует на эту ситуацию события разным способом в соответствии с его характером и соответствии с его как бы мироусмотрением мирозрения вулам эн холэ кальках шаматсаб джекшил и ацмо макмия видорэ шесбэр но несмотря на все это нету того кто никто не спорит с тем что такая ситуация она сама по себе вызывает удивление и требует объяснения какое какие вопросы эй фуани где я эхи гати лэкан каким могут как удастся как я сюда попал эх ю цим мекан как отсюда выходит лама бати лэкан зачем я вообще с эти вопросы которые появляются у большинства людей и они как бы разумные это то что как бы принимается да они разумны и мадам лоиш альдавар миг нешами цьют азу тире но нормалит их лутин есть человек не задастся вопросом о том несмотря на то что ты ситуация она как бы выходит из реал из рамки она совершенно ненормальная нахлит выводай шум и шуга ну такой про такого человека мы скажем что скорее всего он сумасшедший на то есть человек понятно человек видит какие-то странные вещи и не он считает что все нормальное явление было спросить где где что оказался окей асипу разы и нэй но амца а и вот этот рассказ он как бы не является какой-то придумкой напротив я добавил слово напротив этот рассказ он произошел даже когда происходит с каждым с каждым из нас с каждым с каждым из нас когда-то мы здесь не были а в какой-то день мы появились в этом мире в котором небеса цвета голубого есть луна 1 1 луна а дома хума земля коричневая цимбе цевая рок деревья зеленого цвета ва нашим добрый и брит наступим бурхов но тут надо некоторое замечание большинство из нас все-таки не родились мире где люди как бы разговаривают на иврите я думаю это принято да либо по-русски либо по-украински любом другом еще мы языке но мы видим что эта книга она обращается к аудитории которая язык который они услышали и слышат он иврит по амлу а и нуканда шафанах нукан когда-то мы здесь не были а сейчас мы но это не означает что то что реальность это она более нормальная чем реальность которая была описана в предыдущем рассказе да когда все было сюрреалистическое и поэтому и она тоже то есть нормальная ситуация где мы среди которой мы оказались и живем она требует ответ такие же вопросы ли они гаде куда я попал эх хозрин а как вообще отсюда возвращаться мару циммене не чёт меня хотят мама шма лучше кользы какой смысл во всем этом а ивдэль уши кашер и гану лэкан но это лану я ходят лишил это шейлота лалу разница только в том что когда мы сюда прибыли у нас не было возможности задавать эти вопросы улах улахэр улахар лахар лахар шейгану лахар шейгану лыгиль шивой талану эй холид лишь оль квар испахнул и траве а когда мы достигли возраста когда мы уже могли бы задаться этими вопросами но такая квар испахнула и трагель мы уже сумели к этому всему привыкнуть этим тмиатэйну аля олам и исходя из самой сущности нашего удивления перед миром видимо миром который нас окружает махрихаута она заставляет нас требовать просить и предполагать какого-то смысла в нашей жизни им кэн а датаришу наше той нэч эйн тахлит лахаим эйнэ нэнэ нитхэтмиси бот философиат но тем не менее первое мнение которое утверждает что нету смысла в жизни предназначения она не отвергается из по причинам философски ки им мид хушат и нужит всесит а а на основании некоторой фундаментального человеческого ощущения я сказал мира ощущения широко тахлит миссу я махаи широко тахлит миссу я когда то есть вот это вот хуша чувство она фундаментально чем заключается часть без некоторого понятия смысла жизни миссу я хотя бы некоторых описано миссу я мда а хаим эйю хасрэ мэш маут жизнь жизнь будет выжим потеряет смысл выкашэм минсон и превратятся в такие которые невозможно нестерпимы да окей на хам ты хочешь прочитать давай давай гамма 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 эм нема гамма эм не с эту барбетах лит seas а также если вы скажешь что есть цель какая-то в жизни, все еще мы должны решить, говорится тут о одной какой-то цели или что в жизни есть несколько целей. Хаям питуй махшивати, ля цибли хаим миспарта хлеет. И существует разумный соблазн или философский соблазн, скажем так, представить дело так, что у жизни есть несколько целей. Потому что если мы представим дело так, то жизнь будет представляться более богатой и многообразной. Не потеряла, пока думала. Да, вот это здесь. Да, да, да. Представим себе человека, который поставил перед собой две цели. и он делит свое время между собиранием марок и рыбалкой. Его жизнь наполнена различными стремлениями и желаниями, которые связаны с его целью. Но если мы посмотрим глубже, то поймем, что эта вся история не так уж проста. В один прекрасный день человек может оказаться в сложной ситуации. У него будет неповторяющаяся возможность. Уникальная. Уникальная возможность приобрести самую редкую в мире марку. Но если он это сделает, одновременно он упустит возможность поймать самую большую рыбу, какую он только мог бы в своей жизни. И он будет совершенно душевную раздрай, и жизнь превратится... Вот, раз, как и пишут, раздрай. Все правильно. Икра ликзарим. Он разорвется на кусочке. Есть известная притча, которая называется «Боридановая ослица», по-моему, в русском. Да, 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 да. Я тоже. В этой притче рассказывается об ослицах, пред которой поставили две... Кучи. Ну, кучи, не знаю. Не знаю. Куча сена на совершенно одинаковом, полностью одинаковом расстоянии. Ахат миаминква и хат мисмонква. Одна слева, другая справа. И поскольку она не знала, в какой из них повернуться, или все-таки это был осел Бориданова осел? Осел, осел. Это была Бориданова осел. Так в русском языке... Борианов осел, да, да. Да, осел. Он умер от голода, потому что не мог выбрать, какой из них есть. Боридов, если Адам Штеймонтарод, уютер, у алюляге лекера бенефиш, шэну и холь лейтахот. Когда у человека есть больше одной цели в жизни, он может прийти к тому, что у него будет разрыв в душе, который невозможно залечить. Если даже он в какой-то момент решит действовать в одном направлении, он почувствует... Тоже слово всегда задумяется. Сколько классное слово? Бескрепанс, я бы сказал. Фрустрацию, скажем так. Фрустрацию, да. Да. Фрустрацию в отношении других своих целей, которые в результате он не достиг, я уже от себя договорила. Не так. Да. Можно сказать, не так, не так, что в обществе можно сказать, что в абсолютном смысле любые две цели противоречат друг другу. поскольку они конкурируют за те же средства, за время. Они требуют себе время или силы этого человека. И в какой-то момент придется человеку решать какая из них превалирующая первая и какая вторичная. Берега, когда человек хочет несколько вещей в один раз и не может иметь себя, он живет в мире. Несчастный. У кого-то есть вопросы... Нет, я не перебиваю еще. А, слиха, слиха, да. Я понимаю, что это напрягает два раза. Нет, нет, нет. По-моему, был бы совет. Окей. Когда человек хочет получить две вещи одновременно, он не может... И не может. Он не может. Лимагеда Тацмо сосредоточиться на одной из них. Ухай Баламулали. И он живет в очень несчастном мире бедном. Окей. Несмотря на то, что у него есть возможность сделать одно... Это я от себя говорю. Одно или другое. Он, тем не менее, все время в этом живет не свою цель, а живет свой разрыв. Скажем так. Смотрите, я как бы признаю, что я забежал вперед. Я как бы прочитал немножко. Поэтому я, прочитав, забежав вперед, я как бы понимаю логику, что строит рафт. Но я не буду вам этого раскрывать, потому что как бы иначе это неинтересно. Вопрос. Вот то, что мы прочитали, у кого-то возникает... Я могу сказать потом, спросив вас. У меня было некоторое как бы неловкое ощущение от вот этого текста. Я немножко бунтовал. Ну как бы интересно, а как вы воспринимаете? Это нормально то, что рафт говорит? Это ложится как бы на ваши схемы? Кто-то что-то хочет сказать, либо просто читаем дальше? Ну пока у меня сложилось чувство, что пытается донести, что человек не может достигнуть больше одной цели в жизни. Хотя, например, различные примеры жизни, истории в том числе, что люди достигают не только одной цели, а многих целей. Правильно. Вот я думал то же самое. Скорее в другом возникло бы рассуждение, что если человек достигает цели, то он как бы теряет цель, и у него уже нет ничего. Это немного другое. Но все равно Сергей все равно правильно говорил. У меня было такое же чувство. У меня было чувство, что у меня нет такого ощущения. Мне кажется, он совершенно все прав. У меня нет равных загоняй. Высшие цели одной. У тебя нет критерия, по которым ты решаешь собирать себе марки или ловить рыбку. И ты попадаешь действительно в ловушку. Когда у тебя серьезные противоречия. Я не промаху. Я могу вам бросить это слово, но это будет то, о чем будет Раф говорить. Это одно слово, которое развязывает этот узел. Потому что Раф нас загоняет в угол. Он говорит, что ты должен быть человеком узконаправленным. Либо А, либо Б. Буще ли цель может быть сколь угодно широкой. У тебя ты взвешиваешь на весах, что требует высшая цель. Я хочу быть порядочным человеком, например. Я при этом могу собирать марки, ловить рыбу и так далее. Но если мне для этого придется бросить семью или подкупить судью или еще ничего, я не буду ни того, ни другого делать. Понимаешь? Вот это вот существенно. У кого-то есть идея, как разрешить то, что называется плонтор. Вот этот тупик, в который мы попали. Сейчас Раф нас загнал в этот угол. Потому что мы сопротивляемся и говорим. Я человек широкой натуры. Я хочу и это, я хочу рыбу ловить, и хочу марки собирать и делать это вообще. В жизни много чего хочу делать. Он же говорит о цели всей жизни. Понимаешь? А не о том, что ты хочешь какие-то вещи достигать. Я хочу и готовить, и путешествовать, и кататься на лыжах, и копать лекции, и изучать. Все. И я все это как бы и у всех людей есть миллион вещей, которыми они занимаются, и которыми они интересуются, которыми они справляются. Но вопрос в том, что случается, когда есть конфликт? Что для тебя самое главное? Вот Раф пишет, мы на этом закончили. Вот смотрите, на какой печальной ноте мы закончили. То есть Раф заверл нас в тупик. Он сказал, такой человек ухай булам умлаль. Умлаль – это очень нехорошее слово. Умлаль – это Антонио, человек радостного. Он не знает, что он хочет. Он хочет быть порадочным, он человек разорванный. А теперь… Или он хочет свининки, да. Ну, типа этого, да. А сейчас, сейчас Раф нас будет выводить оттуда. Если у вас нету, как бы… Какой человек разорванный, какой, который в два цели есть. Да, у которой… Дело в том, что Раф говорит о высших целях. Если высшие цели в его жизни вот это и вот это. Ну, подожди, он говорил про рыбалку и про маркет. Он говорил же о цели жизни мы сейчас говорим, а не о том, что человек хочет слетать в экскурсию в Грузию или там познакомиться с красивой женщиной или что-то в таком духе. Ну, я с Клифомой согласна, что у меня нет никаких проблем, потому что у меня сразу была аналогия как в шедухе, что если ты с одной встречаешься в шедухе, то ты уже с ней определись, потом дальше двигайся, а не два-три одновременно и лепишь. Вот у нас специалист говорит. Ну, хорошо. Ну, просто можно задать вопрос, для чего тебе это, для чего тебе самая большая рыба, для чего тебе самая редкая манта? Он не может ответить, Гриш, не может. Это может бессознательное желание. Да, он не может ответить, понимаешь, ведь мы же кончаем, вот чем Раф кончает? Ухайбу, лам умлаль. Каждый человек, он хочет быть радостным, да, чтобы все было собако, чтобы все было хорошо. Ага, вот. Вот. Значит, получается, настоящая цель быть радостным, а не поймать рыбу. А у тебя одинаково радостным может быть, если ты одну сделаешь цель, тебе радостно будет, и вторую. А если две цели, вообще прекрасно. Давайте... другую, в общем, самую частную. Окей, я предлагаю... Поэтому он хочет нам сказать, что главное иметь одну, главную цель. А самое все, и ей починить. Раф сейчас разложит это более красиво. Мы сейчас его начало спросили, почему, сколько должно быть цели, одна или много. И вот он хочет сказать, что должна быть одна. Не так и не так. Мне кажется, ответ и не то, и не то. Давайте, я предлагаю, давайте делать так. Вот мы сейчас как бы прочли, да, потом мы сейчас немножко пропикетировались, да, мы поняли, что тут вообще на самом деле это не так просто. И тут какая-то есть парадигма человеческого существования. То есть, в принципе, человек, по большому счету, мне кажется, есть действительно эти схемы, и он обречен на то, чтобы быть умладен. Ну, как бы невозможно решить, что для тебя лучше. А если решить, то это очень просто. А вот сейчас нас Раф будет постепенно из этого выводить. Давайте, я предлагаю, давайте посмотрим дальше, как он нас выводит. Вот, по-моему, Алекс тоже читает на иврите. Алекс. Натан, я еще хотела добавить, что задачи и цели иногда люди очень путают и смешивают. Цель это не цель, а как ее, ну, с помощью задач, там, и поэтому очень... Смотри, ты присоединилась с нами чуть-чуть попозже, мы до этого обсуждали, потому что эта статья называется словом, которое трудно перевести на русский, я думаю, на украинский. По-професси, я говорю, неправильно. А именно, на иврите есть одно из фундаментальных слов, которое называется тахлид. На, как бы, более-менее слове называется тахлид. Это цель, это и цель, и предназначение, это то, что по-русски называется конкретно, то есть вообще, что такое жизнь. Вот мы же так... ну это я не согласна. Ну, тахлид. Тахлид, это не тахлид. Если бы это было одно слово, то... Я вот по словарям посмотрел, русский иврит, там везде цель, назначение переводят. Ну да, мы тоже так говорим, понимаешь, но это на самом деле... Ну что, это нет, это на самом деле так. Это цель, назначение, не путай народ. Тахлид, это что-то другое. Ну или конец, мы сейчас требуемся, вместо того, чтобы продвигаться. Вот это тахлист, да? Вот это практическое. Это совсем не то, это, извините, что это, там не приобрелось и все, это оттенок. Ладно? Можно еще секундочку? Да, 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 нет, смотри, мы никого не ограничиваем. У меня возникло, конечно. У меня только что возникло некое сравнение. Вот как вот в математике есть результирующий вектор, а внутри него есть много различных маленьких там, грубо говоря, векторов. Вот когда они складываются, в любом случае они сложатся, и будет какое-то направление. Возможно, в этом смысл, что много целей или сколько-то целей, но в итоге будет все равно... Близко, ты подходишь близко к тому, что сейчас будет говорить, к тому, что будет говорить Раф. Я хотел только добавить вот три слова, которые я все время говорил, ну, как бы повторял, опять же, может ситуация изменилась. Мне кажется, вот три слова, которым трудно найти соответствие в русском, они действительно определяют разницу, ну, как бы в жизни, в мироощущении, а именно, на юрите есть лейтмодет. Лейтмодет трудно перевести по-русски. Лейтмодет – это принимать вызов, да? Дальше. У человека есть Эдгар, у человека есть Тахлис. Вот эти три вещи, на мой взгляд, это жизненный путь. То есть, человек должен поставить Эдгар. По-русски Эдгар – это непонятно. Это что, это цель, но это не цель, это больше... Это челлендж, это челлендж. Это челлендж. По-русски, насколько я понимаю, одним словом не перевести. Вот если у человека есть Эдгар, тогда он митмодет, да? И Тахлис-Тахлис, с помощью Тахлис он приходит, он достигает этого Эдгара. Вот это вот... Я с тобой совершенно не согласна. Эдгар – это то, что ему препятствия какие-то, или какой-то вызов, который... Кстати, в русском языке в последнее время употребляется вызов уже в смысле чаще. Да, раньше такого не было. Это какой-то вызов, который им жизнь ставит, но это не конечный путь, это не цель. Цель нам гораздо дальше. Наоборот, через то, что он митмодет им Эдгарит... Эдгар больше, чем... Эдгар больше, чем... Смотрите, есть Эдгар, просто кусочек иврита. есть, есть, от простого к сложному. Есть Матара. Матара – это цель. Человек стреляет в лече, а называется Матара. чем Матара. Есть Яад. Яад – это ют, а ют, айн, да. Ну да, без значения. Яад – это больше, это выше, чем Матара. Да-да-да, это без значения. А Тахлида – это еще выше. А, да, тахлида, а тахлид – это еще выше. Вот это вот различные ступени, которые на иврите, они на самом деле, ну, как бы люди знают, когда применять, какое из этих слов. Правильно? Когда человеку говорят, какой у тебя яд, он понимает, что это яд должен быть больше, чем просто, например, купить булочку. Это больше. Окей, ну, хорошо, мы как бы сделали некоторое... предназначение и цель, предназначение – это более практическое. Для чего ты назначен? Иуд, предназначение – ты иуд, опять же. тем ты хочешь стать. Сверхзадача или нет? Сверхзадача, да, да, сверхзадача. Да, да, да. Да, Тахлид, да, да. Но, понимаешь, с другой стороны, очень интересно, парадоксально, что, ну, видите, вот эта сверхзадача, да, которая Тахлид, оно в современном языке это конкретно Тахлидс, когда человек стоит, вот как я сейчас говорю, 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 а ты мне говоришь, Натан, Тахлидс, что ты хочешь сказать? Я тебе должен просто, вот то, что я долго говорил десятью словами, я должен сказать в одно слово. Вот это называется Тахлидс, понимаешь? А с другой стороны, это Тахлидс. Вот это вот... Это же совсем другое. Ты согласишься, что это совсем другое? Ты сегодня, сейчас описал совершенно определенно точно слово Тахлидс, верно? Но Тахлидс – это не то, это цель в жизни. Окей. Тахлидс – могу от Тахлидс. А может быть, это слово «суть» подходит? Ну, скажи... Ну, да, правильно, да, Тахлидс – да, Тахлидс – Тахлидс – это тоже суть. Просто я хочу сказать, если нет Тахлидса, если нет Тахлидса, то, наверное, не может быть Тахлидса. Вот это... Это я не знаю. Ну, беседа. Окей. Тоф, будем дальше читать Равошерки, правильно? Есть желающие чтения? Алекс промолчал. Не знаю. Ну, может быть, он нас не слышит. Интересная тема, но вынужден уйти. Нет проблем, будет запись. Окей. Тоф, Алекс не отвечает. Хорошо. Нехам, если хочешь, читаешь дальше. Либо я. Нехама? Натан, не отвечаю, просто я не могу, потому что у меня маленький экранчик. А, нет проблем, нет. Я просто как бы мехва, да? Богословение Ата Хуне, скобка скажу, ты даруешь человеку знания. Да, правильно. Которые в молитве Амидар, основной молитве, которую мы читаем, добавляют на исходе субботы просьбу, особую просьбу, которая начинается слов Ата Хунан Тану. Ты даровал нам. Да. В мушкинадском варианте молитвы этой просьбы есть такие слова. Ира Цонгель Панеха. Будет желанно перед тобой чтобы те дни, которые приходят, будущие дни, которые приходят, чтобы они приходили для мира, чтобы у них не было никакого греха, и чтобы были они очищены от этого преступления и прилеплены к твоей трепету перед тобой, скажем. Обратите внимание, он сейчас будет анализировать вот это вот, вот это вот важное. И были, да, мы дубаки, то есть можно бы сейчас сказать, что они были бы склеены боязнью, боязнь, богобоязнь. Трепетом. Да, трепетом. То есть склейка получается на трепете. Вот это интересно. Вот сейчас Рам будет объяснять. А выражение вот это вот переклеено, склеено в в в трепете к тебе это связка, это сочетание слов непонятно. Что было бы правильнее, наверное, сказать, и чтобы они были приклеены к тебе, связаны с тобой. Склеены тобой, я думаю. То есть ты являешься основой склейки, а не богобоязнь. Даже не совсем так. Есть просто выражение такое. Ну да, 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 ну понятно что. Всевышнему. Да. Он говорит, ну естественно, сказать, к себе. Равку арцент Рав поясняет. Равку мебоэр шеведовиким берадха пируш, медовиким ал едей и радха. И Равку объясняет, что то, что сказано вот это выражение означает, что они, что жизнь должна быть склеена через трепет перед тобой. Ну как бы есть разница, да, не трепетом, а через трепет. Ну, наверное, вот такая вот разница. Ну, да, посредством трепета. они должны быть безгрешными и чистыми от преступления, они должны быть склеены между собой, а наше адам лёге вымасавшим пизур-нефе. Чтобы человек, душа у него не раздрайв. Не пообразай, это уже совсем. Пизур-нефе душевный разброс. Не разбрасывался, да. Ну вот уже видно, вот видно, вот видно уже. Адевикши холь ляббиката миху иратха. Да. А иклей тот, который может склеить между собой эти дни, это трепет перед Богом. Алидей тахли тахли тахлалит шили раташи. Через то, что у человека есть общая цель, которая связана, является трепетом перед Богом. Они становятся приклеены. Да. И это единство души, это одно из самых важных условий для счастья человека. помимо этого в словах наших мудрецов появляется выражение злодей полный переживаний, переживаний, это не раскаяние. Да, это переживания. Они мудрецы, ну да. Я сожалею о том, что я Да, сожаление, скорее всего, действительно. мудрецов. Адам рожа хутэ умитхарет. Человек злодей он грешит и сожалеет. В оха меканшу хутэ и митхарет. И сожалеет снова. Сожлеет и грешит. Сожлеет и грешит. Я не могу, не надо. У меня шпурнадцать неправильно. Ну хорошо, окей, да, я тоже. Умышел шеху металтель бэн за мим шуньем. И поскольку его крутят между разными течениями, шелеши то его личности, он станет соединиться. Вешло заманим каэлю и заманим каэлю. У него есть такие времена и с киевы. Лахян гаэв шарут аш лишит гели хор бэйтахлит ах бэльбат. И поэтому третья возможность это выбрать единственную цель. И так постановил также и Мэммамит в своей книге Шмуна Праким. Это я вскоп замечу. Шмуна Праким это комментарий введение его комментарий в Мишне и оно называется Шмуна Праким потому что в нем есть 8 глав. Это то что он говорит там в 5 главе. Человек должен подчинить все силы своей души знания по знанию пониманию интеллектуальным пониманием насколько я понимаю Хармонидов для него всегда не понимание что мы говорим в мы говорим в то что мы говорим в то что говорим в то что все одно цель. Когда у человека есть одна цель, в его душе не возникают разрывы. Я не знаю, как по-русски, правильно? А им, да, но он разрывы дал. Нет, нет, но есть, наверное, выражения. Поскольку у нас здесь нет литературного литературы, мы такая же. Кризисы, я думал. Ну, что-то типа кризиса. Наверное, кризисы. И поэтому все его стремления и все его действия, они проверяются в свете этой цели. И добавок к этому, очень разные области, в которых вроде бы не было смысла, приобретают для него смысл. Становится осмысленно. А там, шейф лит ля гдиш, эта хая влитает. Например, человек, который решил посвятить свою жизнь. Возвращаемся к рыбалке. А как же, мы же без этого не можем. Ну да, рыбалка, у нас центральная цель. Если мы еще портан ничего не поймали. Поймали, абсолютно. Нет, я думаю, что уже как бы вырисовывается, действительно. Мне кажется, я вот как раз так и поняла с самого начала. Но ты заостыл совершенно верно. Окей. Так, вернемся к нашему рыбаку. Ятхиллахуш – это хашибут, шелям мазон, шенихна слепил. Он начинает осознавать важность той пищи, которая он… Это не связано с рыбой, я тоже так подумал. Нет, это по-другому. Почему? Потому что теперь у него есть главная цель – рыбачить. Я от себя уже говорила. А есть – это становится второстепенной целью. Понятно, для чего есть. Понятно, для чего жевать, чтобы брать удочку и рыбу ловить. Чтобы были силы, да, просидеть целую. Ну да. Холодную ночь над прорубью. Конечно, да. Для этого надо поесть, кофе попить. Арацоль ленхош сию дает. Мишухлалит. Желание приобрести более совершенное рыболовное оборудование. Аснастка, аснастка. И они у дом Лехапес офики. 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 Да. Он подвинет его к тому, чтобы искать другие источники заработка. Да. То есть он будет развиваться и в других направлениях. У него будут другие цели, еще параллельные. Которые все служат одной какой-то целью. Офики. Офики. Продолжим. Офики. 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 И интересоваться разными другими областями. Все-таки интересно, что Рам говорил про богобоязненность. И Рамбам говорил. Мы опять на это на рыбалку спустились, в конце концов, правильно заострить на рыбалке, тогда через рыбалку увидишь все остальное. На простом примере, когда главный человек это Ират Ашек, то есть трепет перед Богом, то все остальное окрашивается уже в смысле. А как это с едой связано? А как с едой связано? Раф привел пример. Ну как? Ну потому что ешь для того, чтобы служить Всевышнему, потому что он тебе даровал жизнь, а не потому что тебе хочешь набить утробу. И больше того, я бы сказала, даже почувствовать разные вкусы интересные в еде, добавлять вкусы в жизнь, это тоже часть понимания того благословения, которое Бог дал человеку в жизни. Ты не просто гурман. Да, я понял. Ты богобоязненный гурман. Нет, ты богобоязненный гурман. Нет, это я не выдумываю, это монету пишет так, понимаешь, это очень интересно. Я думаю, без монету и без французских раввинов мы бы сами не додумались, как это поднять на такой уровень, так сказать, гурмана. То есть можно сказать, что сегодня в израильском обществе огромное количество новых вин, виноделин появилось, общество начинает пить очень многие хорошие вины гораздо больше, чем когда мы сюда приехали, например. И то же самое с разными. И да, очень. Хорошо, но это связано с богобоязненностью, это я не очень понимаю. Да, нет, я хочу сказать, что многие могут сказать, ну вот, это показатель негативный, это общество потребления, люди только думают о том, чтобы, так сказать, получать удовольствие, а вот, оказывается, может, это поднять. Да, если дни склеены, да, если дни склеены богобоязненностью, то нормально. Господа, дамы еще есть? Нет, дамы нет, только Нехамы. Хорошо, господа, кто-то что-то хочет сказать? Народ молчит. Ну, хорошо, тогда пойдем чуток подальше, у нас еще есть немного времени, можно я? Мы попросим, это успеем, давай. Да, да, сколько-то, да. Читаем дальше. Бхират Атахлид, а именно выбор вот того самого Атахлид, выбор предназначения. Ашлаф Абауб Хират Атахлид. Следующая стадия – это выбор предназначения. Человек, который выберет опять ту же самую рыбалку или рыболовство, как предназначение его жизни, он с необходимостью откажется от других областей интересов. У ло и раэ коль кэшер и дугма. Бэн ту рад а квантим, о а ману бэя вана атикал и бэна дамит. Например, он не увидит никакой связи между теорией квантов, либо древнегреческой искусствами, и рыболовством. А эти, то есть занятия этими, я добавил слово «занятия», занятиями, эти областями, это только как бы отяготит его, утяжелит его душу дословно. А почему? Потому что он не видит никакой связи со своим миром. Какой у него мир? Да, мы на смысле рыбалкой занимаемся. А если он выберет, как тахлить свои жизни, как предназначение своей жизни, например, быть главой правительства, тогда диапазон вот этих областей, в которых он обнаружит в них интерес, он будет гораздо шире. Ага, рожмимшала, да. Гораздо шире, чем рыбал. Чем рыбак. Какой, ше тахлить, ше туца, в тие на алле йотер. И чем предназначение, как бы выставленное или установленное, будет возвышение, как и тихлоль носим рабим йотер. Так оно включит, включит в себя больше тем. Басис, а пирамида, ше тахлить, зуни, цеви, джо, и е бэхрахрахав. И тогда основа вот этой пирамиды, на вершине которой установлено вот это предназначение тахлить, этот басис будет бэхрахрахав. Он с необходимостью будет широким. Нитан гамлы истакэль бэки вунафух. А можно посмотреть и с обратной стороны. Какой ше абасис, а не драш, кдэ ла агелы тахлить, не суям, маххиль тумим рабим йотер, а тахлить, я шеф, лэ на алле йотер. Ну, наоборот. Чем основа, необходимая для достижения определенного предназначения, включает больше областей, тогда этот тахлить предназначение, он будет считаться более возвышенным. Ну, как бы, система пирамиды понятная, да? Не написано, что будет считаться. А тахлить, пихошеф, ну, пихошеф, ну, бесседер, ну, будет считаться. Ну, вот что значит, будет считаться, кем будет считаться? Будет рассматриваться, пихошеф, ну, будет больше, будет больше. Я понимаю, я просто, ну, как бы... Неважно, либо абасис широкий, и тогда это высоко, либо если это высоко, то абасис должен быть более широким, правильно? Окей. Бемасахет Хулин, сказано, какая страница, Бемасахет Хулин мисупару дот Ильта, и в Масахете Хулин рассказывается о Ильте, которая... Ялта, ялта, ялта. Ялта, слухай, ялта. И что же Раф Нахман, которая была женой Раби Нахмана. Раф Нахман, но это, наверное, не тот Раф Нахман. Рав Нахман. Раф, да, Раф Нахман. Раф, да, Раф Нахман. Шкши Амрака. Слиха. Которая сказала... Которая сказала... Коль Маши Акадуш Бау Асар Ба Тура, У Итир Давар Ахэр Домэло. Все то, что Всевышний благословенно его имя запретил в Торе, с другой стороны, я добавил от себя с другой стороны, он разрешил в качестве другой вещи, которая ему похожа. То есть некоторая асимметрия получается. То, что запрещено в каком-то виде, разрешено в другом. Например, у Асар – это Адам, а Хитир – это... А, слиха, у Асара – это Адам, а Хитир – это Кавет. Например, запретил, ну, по-видимому, продумывается в еду, кровь. А Хитир – это Кавет, но разрешил печенку. Асар – Эшет Иш запретил, как это называется? Прелюбодеяние. Жену... Замужную женщину. Замужную женщину. А Хитир – Иша – Груша. Но разрешил, женщина разрешенная. Асар – Эшет Ахит запретил жену брата. А Хитир – это Ебама. Ебама – это Ебум. Ну, часто, по-видимому, не будет. Либератный брат. А, правильно, либератный брат. Вот такое дикое название. Асар – это Хелеф, запретил внутренной жип, по-моему, это называется. А Хитир – это Аляя. Это, я не знаю, какой-то другой жип. Курдюк, Курдюк. Курдюк. О, Курдюк. Когда последний раз Курдюк ели? Вот Курдюк. Нахама была в Средней Азии, она знает, что такое Курдюк. Окей, дальше. Нахама викторианка. Ну, беседа. А, Вишни, завершили. Микки Иван. Из-за того, Из-за того, что получается, что запрещенные вещи, как бы можно попробовать другим образом. И бекша ми Раф Нахман, она просила от своего мужа Раф Нахмана, лимцу одерах лахуша датам шель басар бахалат. Найти какой-то способ, чтобы можно было почувствовать, я от себя добавляю запрещенное, вкус мяса с молокем. Раф Нахман на аналобы кашата веора ле мешардим ли цлот ла атиним шель пара. Так. Раф Нахман. Ну, понятно, да. Раф Нахман. Он ответил на ее просьбу и приказал своим слугам пожарить ее... Так, сейчас будет... Как ты сказал? Король его имя. А, король его имя, правильно. Король его имя, правильно. И верши бот тухаль лахуша датам шель баса бахалат. Это вот такой орган корови, я добавил слово корови, в котором можно почувствовать вместе запах мяса в молоке. Ялта. Бихша литом датам. Айсур беофн мутар. И вот эта вот Ялта, она как бы хотела, просила испробовать вкус запрещенного образом разрешенным. Кияй та иша идеалистит шеховца бе да та шем. Почему? Потому что она была совсем не так, как мы могли бы подумать, а она была женщиной идеалистической, которая стремилась, желала познать Всевышнего. Коль от каям там и хат беолан ши и в шар литомо то. Все это время, пока существует в мире хотя бы один вкус, которого невозможно попробовать. Бэмисгэрэта ахилла амутэрэт. В рамках разрешенной еды. Да ата шем немцет хасэра. Познание Бога страдает ущербностью. Я, подрузья, не читала уже, это ты читал вперед, а у меня не было текста. Тем не менее, пожалуй, в том же направлении по поводу вкусов. Можно в этом найти. Оказывается, здесь есть параллель. Французы, они, рамшеки тоже французы. Я не очень понимаю, к чему это рам здесь приводит. Мы говорили про тахвиз и что должен быть широкий басис. То есть рожмин жалай, глава правительства. Нет, чтобы также быть такое действие, как попробовать вкус запрещенный. Она понимает, что все, что в мире существует, все оно подчиняется как бадару. То есть она расширяет басис. Она расширяет басис. Расширяет басис, точно, это совершенно верно. Ну, такое было выражение вообще в наше время. Разносторонне развитый человек. Вот человек разносторонне развитый. Хорошо? Не просто рыбак, а глава правительства. И вот этот рассказ, он указывает на то, что предназначения связаны с божественностью. Я от себя добавил на понимание божественного. Тихлоль. Он обязательно включит в себя все стороны жизни. И из-за того, что Всевышний, Богословенный, имя его, он является богом всего. Ло и тахэн. Ло и тахэн. Ло и тахэн. Не может быть. Ши-е тхум. Бо-лам. Ши-ло и е калуль. Бе тахлицу. Не может быть такого, что будет в мире какая-то область, которая бы не включалась в это предназначение. Какие? Двоеточие. Модаим. Науки. Памануйот. Искусство. Спорт. Спорт. Анфейтарбуташуним. Различные области культуры. И тому подобное. Ло и тахэн. Даатэлуим. Им хасыра и диат. Оламо куло. Невозможно познание бога, если есть отсутствие какого-то знания в его мире. Его в смысле с большой буквы. Бедэ бадэрах зу адам гам и е мацуй булам шеенену хацуй ом и хулак рахалаким. И вот таким образом человек, он будет находиться в мире. Который не раздраен. Который не располовинен. Ну, то есть в мире цельном. Ом и хулак рахалаким. И ровес ли он начальский. От себя добавляю. А, по-видимому, что? А в мире цельном. Да? Ну, тут есть еще одно. Я не знаю. Хотите остановимся? Либо прочитать следующее. Может кто-то что-то хочет сказать? В целом более-менее вырисовывается все. Да. Ну, в общем, да. То есть с этими рыбаками, в конце концов, мы как бы достучались. Окей. Ну, хорошо. Вот до этого место прочитаю. Атахлит. Атахлит Асага Ташем. А в чем же заключается? Вот теперь ответ на вопрос. Да, мы хорошо. Давайте действительно чуть-чуть прочтем, чтобы получить ответ на вопрос. А в чем же тахлит? Атахлит Асага Ташем. Хочешь, чтобы я прочитала? Да, пожалуйста. Нет проблем. Я все равно. Нет, нет, правильно. Я все равно. Я все равно. Да. Атахлит? Да. Нет, переведи, плиз. Атахлит Асага Ташем. А, это не перевел? Извините. Цель – это познание Всевышнего. О! Постижение. Постижение, да. Как мы прояснили ранее, Майманит постановил, что человек должен стремиться к единой цели, и она – постижение Всевышнего. В соответствии со способностью человека познательно. Это не соответствует тому формулировке, которая принята часто в религиозных кругах. Что цель человека – это служить Всевышнему. И я, как вам, уточнил Раму в своих словах, что цель – она постижение Всевышнего. Знать, кто он – Святой Благословенный. Конечно, в соответствии с Майманитом, человек требует служить Всевышнему и выполнять его законы. Но это служение, оно не является целью. А заповеди – это такие действия, которые приспосабливают. Да я тоже вот именно приспосабливаю. Я приспосабливаю. Они… Делают человека кошерным. Делают человека кошерным. Способным. Ну, так нельзя. Делают человека способным. Они исправляют человека, направляют человека, чтобы он… Дают человеку возможность, дают человеку возможность, я думаю, да. Ну, они его исправляют, на самом деле. Ну, маршруют, да. Делают его способным к тому, чтобы дойти до настоящей цели, чтобы… Она есть, это добавление знаний. Кейцат магия ледиатнаши. Таким образом, можно дойти до знаний вселенной. В первых главах, в скопах, я думаю, раб имеет в виду книги… «Илхот есудей сара» Вы про кем отчетничество? Нет, «Илхот есудей сара» – это первая часть «Яда Хазака». То есть, как сказать по-русски… Ну, есть закон, который… Вылетел меня, но все же знают, как называется труд Рамбаба, секунду. Сейчас, 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 Рамбаба. Это Хазака. Мишне Тора, да? Мишне Тора, правильно. Да, но я только увидел, что написано Хазака и вспомнил. Ладно, это географический труд, самый центральный Маймонеды, и он начинает его с закона познания. Так. И там он описывает Маймонеды, те мудрости, те знания, которые требуются от человека, чтобы дойти до этого знания. А в конце законов Чувы, там же, да, в 10 главе, часть 6, он подводит итог. Известная и понятная вещь, что любовь к Всевышнему не может быть привязана к сердцу человека, до тех пор, пока он не прояснит ее, мне кажется, как следует. И должен оставить все остальное в мире, кроме него. В соответствии с тем, что он доповедовал, сказал. В смысле, это цитата. В смысле, это цитата. В любви Богу своего, всем сердцу своего. Да. И он не может и не полюбит Всевышнего иначе, как через знания, что будет знать его, и в соответствии с этим знанием будет у него любовь. Если он будет знать мало, то будет мало любить. А если много, то будет много любить. Поэтому человек должен объединить себя и понять и сообразить в разных мудростях и пониманиях Хамудеин льо-эт-хуно, который сообщает ему о его творце. Соответственно, силы человека, насколько он способен понимать и достигать, так как мы объяснили это в законах основ Тарыния. Ну, я не знаю, остановимся, либо еще кусок. Тут вообще, на самом деле, ну, не знаю, ходить тут довольно много, на самом деле, до конца. О, мы тогда, да, остановимся в таком. На самом деле, это совсем не очевидная вещь, что именно вот только так можно полюбить, если ты узнаешь кого-то. Непонятно. В нашей жизни все-таки бывает наоборот. Ты кого-то любишь, а потом неожиданно узнаешь. Нет, и главное, откуда это выводится? Сначала говорится вот где-то... Это Рамбам, это Рамбам. Откуда выводится? Коль вафхау, выхоль навшиха. Беседр, а где здесь сказано про ДА, где здесь сказано про Сехи? Сказано про Леф и про Нефеш? А откуда берется ДА? Ну, он не выводит здесь Маймонит. Ну, а зачем привозит бы Коль вафрха, как бы отсюда выводится... Так, не-не, не выводится. Так, как сказано. Он должен полюбить всем сердцем, а для того, чтобы полюбить всем сердцем, он должен поздать. Он здесь описывает обязанность. А путь он указывает на Маймонит в соответствии с твоим пониманием. То есть, до Танинова шедуха надо таблицу умножения выучивать. Такая, по-моему, Маймонита, как бы такая. Сначала надо немножко образоваться и понять, а потом уже... Ну, на самом деле, безусловно, Маймонит прав во многом. Потому что до души духа человек должен понимать, на что он ведет. Если он без понятий там ринется, то это чревато. Ну, не знаю, но есть же такие, ну, не банальные, конечно, не фундаментальные утверждения. Турат Ашем Тмима. Что значит Тмима? Ну, Тмима, это как раз... Ну, тебя не было, может быть. Вот мы как раз, когда начали сейчас разбирать с Андреем книгу, источники книги Бритшелон, да? Как раз это введение было, ну, такое философское. Дальше источники будут более экологические. Я надеюсь. Введение как раз этим занимается. Как видят подобие образ... Человек, созданный в образ... Как его видит Маймонит, для него это просто основа основы. Что главный образ это... Ну, хорошо, но даже если... Послушай, ну тут как бы числовое направление. Другие мудрецы видят это по-другому. То есть они не согласятся на сто процентов с тем, что пишет здесь Рамбам. Они скажут, что это все очень хорошо, разум это замечательно, но есть и другие части тела, которыми человек служит. И, кстати, Раф Сергей как раз немножко о другом говорил до этого. Что ты должен во всех путях своих познать. Но вторая линия, линия объединения как бы в одну цель. Она совпадает с тем, что Раф говорил? Да, конечно, конечно. Это просто немножко другой угол. И, в общем-то, даже если мы не на сто процентов это все понимаем, или, может быть, на сто процентов согласны, это очень важный подход, который надо изучать. Но тогда на этом мы остановимся. Давайте остановимся. Кто-то хочет что-то добавить. Вот тут в чате вообще много всего. А, вот тут все. Ну, если коротко можно, как я понял, это правильно или нет? Да, конечно. То есть постижение... Цель основная – это постижение Творца через многие способы, через многие пути. Способы и пути могут быть разные. Может быть рыбак, а может и президент. Как говорится, только будет базис разный. И в каждом способе найти то самое зерно, которое у тебя будет приближать к постижению Творца. Ну, наверное... Да, но главу правительства явно предпочли. Сказали, что у него фундамент больше. Он может включить и рыбалку, и марки, и так далее. Не-не-не, это был только пример, на самом деле. Все-таки глава правительства и рыбак. А если мы поставим высшую цель – это постижение Творца, то... Ну, фундамент может у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, в принципе, тогда все, что я захвачу, все меня будет туда везти. А вот эта вот пирамида, она может быть пошире, она может быть поуже, наверное. Лучше пошире, тогда проще. Ну, вот поэтому он привел привет с Ялтой, который хотел расширить это максимально, да? Вот тут много, на самом деле, было написано, мы пропустили.